Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я уже не раз говорил, что настороженно отношусь к деятельности Николая Платошкина. И все сильнее подозреваю, что он не тот, за кого себя, нужно признать, весьма успешно выдаёт. И вот очередное его заявление, вновь сильно поддержавшее мои подозрения. На своём канале на Ютубе он разместил своё обращение в связи с военной спецоперацией на Донбассе. И выдал в этом обращении следующие мысли. Режим на Украине нужно изменить, и он выдал немало нелицеприятных слов в адрес украинского режима. А после смены режима народу Украины нужно предложить выбор. Пусть области Украины сами решают свою судьбу. И он очень надеется, что большинство областей будут за воссоединение с Россией. И на его взгляд это будет первый шаг к восстановлению Советского Союза. И он призвал украинцев сопротивления не оказывать. Поскольку, как он сказал, против них не ведут войну. А напротив, освобождают их от режима. Точно так же, как при Сталине освобождали народ Германии. Так же он призвал украинских солдат или переходить на нашу сторону, или бросать оружие и идти по намам. Украинскому, или, как он выразился, бандеровскому режиму, он прежде всего ставит в вину декоммунизацию. Вот как он об этом сказал. Говорю, что наверняка после смены режима на Украине, украинскому народу в рамках областей предстоит высказаться о своей судьбе. И я очень надеюсь, что большинство областей изберет единственный правильный путь. Воссоединение с Россией как первый шаг, почему я это поддерживаю, на пути будущего восстановления Советского Союза 2.0. Естественно, исключительно на добровольной основе воли заявления граждан. Единственное, можно, знаете, говорить, там, рано это сделали, поздно, может быть, надо было раньше. Но сейчас, что об этом говорить, понимаете, может быть, и раньше надо было. Но не в этом смысле. Я еще раз прошу, первое, призвать наших братьев и сестер на Украине сопротивление не оказывать. С вами войны никто не ведет. Вас освобождают от режима. Это то же самое, как, понимаете, когда мы входили в Германию в 1945 году, и было строжайшее указание Сталина не трогать мирное население, несмотря на то, что немцы натворили до этого на нашей территории, и чувства наших солдат были абсолютно понятны. Поэтому просьба ко всем, значит, украинским солдатам переходить на нашу сторону. Если боитесь просто бросать оружие, идти по домам, не защищать бандитов, которые жгли, убивали мирное население, разогнали коммунистическую партию, ликвидировали памятники Ленина, я в этом смысле никак не могу понять некоторых наших левых, которые солидаризируются вот с этим бандеровским режимом, понимаете? Граждан России же он призвал не поддаваться панике. Да, акции Сбербанка упали, но они восстановятся, и ничего не угрожает также нашим рублевым вкладам в российских банках. А вот предпринимателям сейчас нельзя позволить ни в коем случае незаконно завысить цены. Курс рубля же, на его взгляд, колеблется только из-за психологии спекулянтов, использующих ситуацию. Болтовня же, что вклады россиян будут конфискованы, это полная чушь. А вот если люди ломанутся, снимать вклады, вот тогда действительно могут возникнуть проблемы. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Рублевым и валютным вкладам россиян, повторил он, ничего не угрожает. Также он полагает, что ошибается тот, кто думает, что за объединение России и Украины придется платить. Украина – благодатнейшая страна. И если мы объединимся, это еще вопрос, кто кого будет содержать. Во времена СССР Украина была даже более развитой республикой, чем Россия. Украина – это крупнейшая чернозема на планете Земля. Касательно западных санкций. Запад не прекратит торговлю с Россией, а значит, интересам обычных людей эти санкции особо не угрожают. В общем, его бы устами да мед пить. Что данная спецоперация может закончиться крахом для российской экономики, я уже детально изложил в публикации, название лучше зачитаю. Гудков, мы вступаем в последнюю стадию путинского режима. А почему я решительно осудил эту спецоперацию, я детально объяснил в публикациях «Леонид Авошов и Общероссийское офицерское собрание. Путин должен уйти в отставку и Троицкий. Генералы против Путина». И то, что Платошкин игнорирует настолько серьезные вещи, не может не добавлять подозрений в его адресу. Поясню, почему я говорю спецоперацию. Телеканал «Дождь» только что обнародовал информацию. Роскомнадзор потребовал от СМИ называть происходящее на Украине, как там было подчеркнуто, не войной, а спецоперацией. Вот мне и пришлось срочно внести коррективы, и теперь мы будем называть происходящее на Украине так. Но вернемся к Платошкину. То, что я уже сказал, безусловно, как я сказал, намного добавляет к нему подозрений. Но это все же не главное, что вызывает мои подозрения. Особенно настораживает его отношение и то, что он упорно игнорирует два факта. Первое. В Советском Союзе и близко не было никакого социализма. Второе. Иосиф Сталин подло предал коммунистическую и левую идею вообще. И осуществил в нашей стране то, что Владимир Ильич Ленин называл азиатской реставрацией. И самое главное. Сталин прекрасно понимал, что он делает. Кратко напомню суть. Настоящее коммунистическое учение, а не сталинский научный коммунизм, учит, что в истории было не три эксплуататорские формации – рабовладение, феодализм и капитализм, а четыре. Четвертой был азиатский способ производства – АСП, или азиатская деспотия. Современное же название этой формации – политоризм. И при политоризме господствующим паразитическим классом являются не частные социальные паразиты – рабовладельцы, феодалы и капиталисты, а коллективные – номенклатура. Собственность же при политоризме является общественной. Только вот реально она находится не в руках народа, а в руках номенклатуры. Современные исследователи даже предлагают новый термин – общеклассовая собственность. И по настоящему коммунистическому учению даже в царской России не было никакого капитализма. А еще со времен Ивана Грозного была классическая азиатская деспотия. И Владимир Ильич Ленин любил повторять – в России нельзя реставрировать капитализм, поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было. А вот опасность азиатской реставрации чрезвычайно высока. Именно эту самую азиатскую реставрацию Сталин в Советском Союзе и осуществил. А также изуродовал коммунистическое учение, буквально вымарок из него концепцию политоризма и запретил преподавать политоризм в советских учебных заведениях. Мой подробный ролик о политоризме будет на конечной заставке. Понятно, что и сейчас в РФ нет никакого капитализма, как нас все, включая коммунистов и платошкинцев, уверяют. А у нас по-прежнему классическая азиатская деспотия. И таким образом, приди новые социалисты Платошкина к власти, получается ничего не изменится. Азиатская деспотия вновь просто прикроется красными знаменами. А номенклатура как сидела на шее у народа, так и продолжит сидеть. Мой ролик, что настораживает деятельность Николая Платошкина, будет подсказким. Я человек левых убеждений, и я горячий сторонник восстановления союзного государства. Но я категорически противник расширения границ российской азиатской деспотии. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.